Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня посмотрим важные какие-то события, важную информацию относительно вашего ближайшего будущего. Например, будем брать дня три. Сегодня опять играет свеча. Очень интересно. Свеча зеленого цвета. Так, ну тут что-то денежное. Смотрите, тут вопрос о деньгах, о ситуации, возможно, безресурсной какой-то для вас. На определенный период жизни. Сейчас об этой ситуации. То есть тут говорят о том, где вы не имеете ресурса. Давайте смотреть, что же это. Что же это? Так, хорошо. Посмотрим на саму ситуацию сначала. Так, ну а свеча будет чистить наш финансовый канал. В принципе, где-то с такой же силой идет очищение. Ой, смотрите, я вижу прямо вот в свече идет человек. Вам что-то несет. Бравый такой походкой и несет вам что-то несет. Возможно, что-то надумал какой-то человек. Но вам идет. К вам идет. Так, просто с хорошее или плохое, я хочу сейчас одновременно посмотреть. Ну, либо победивший конкуренцию какой-то человек. Есть тут Джокер, знаете. Женщина к вам идет с тузом. О, боже. Да, вам какая-то дама идет с тузом мечей. Что-то она вам хочет сказать, какая-то дама, мадам. Тоже относительно денег. Свеча все-таки у нас запрограммирована на очистку финансового канала. И будем сейчас его чистить. Так, хорошо. Сейчас покажу тогда эту женщину. Я подготовила еще такую посуду для того, чтобы все-таки поставить свечу. Я так думаю, что уже пора. Она уже начинает прям еще больше, чем я думала. Еще быстрее, чем я думала, вот, сливать весь этот негатив. Так, хорошо. Сейчас мы организуем красиво. Вот так. Так. Погнали. Так, здесь какой-то нерешенный вопрос. В ближнем вашем кругу относительно какой-то дороги невозможность решения принять, невозможность дороги. Ну, понимаете как, дорога, она есть. А вот решений и сомнений по поводу этого решения сейчас, ну, как, они в самом разгаре, да, могут идти дебаты какие-то у вас с вашим близким кругом. Хорошо. Относительно какой-то дороги, трудной дороги, это может быть возможность или невозможность. То есть решение об этом, да, нужно принять. Переезда, да, какого-то путешествия, но связанного с тем, чтобы, ну, что-то изменить в своей жизни все-таки. У нас тут на дне колода Джокер просвечивается. В данном случае вам говорят, что данными событиями на сегодняшний день вам управлять сложно. А по сути, пока вы не знаете точного какого-то ответа, вам не нужно даже отвечать на этот вопрос, вам не нужно решать. Принимать решение пока еще рано, значит. Окей. Хорошо, что же будет тогда в ближайшее время относительно вот этого вопроса? Так. Ну, ситуация так быстро не решается. Не решается. У вас до сих пор говорят, что нет ответа на этот вопрос. То есть тут как? Дорога пока состояться не может. Вот. Может быть, тут, знаете, как развилка какая-то, и вам нужно решить, куда. Так, мои дорогие, очень сложный вопрос. Очень сложный вопрос. Тут могут влиять различные факторы. И в ближайшее время говорят, что, например, вот тот финансовый вопрос, который вы задумали, он решиться не может. Не сейчас. Хорошо, а на будущее, на будущее, покажите нам в течение месяца, будет ли решение? Ну да, вы должны вступить все-таки. О, боже, конечно. Смотрите, вы, как говорится, белые начинают и выигрывают. Вы вступаете в игру и выигрываете. Вы выигрываете девятку бубен. А эта карта сама по себе называется выигрыш, бонусы, прорыв в ваших делах. Так, итак, относительно вопроса, который сейчас в вашей голове крутится. На который у вас нет сейчас никаких средств. Нет возможности сделать правильный выбор, принять правильное решение. Вам говорят, что спокойно повремените с этим решением. Не сегодня, не три дня. Но в течение точно месяца, максимум месяца решение будет. Тут больше, чем решение. Вы получите бонусы. Вы правильно примете решение. Вы правильно выберете путь. И это приведет к тому, что вы получите максимум. Отлично. Хорошо. Здесь вот так сказали. Ну что ж, будем смотреть дальше. Что тогда еще хотят сказать нам карты? Мужчина какой-то влюбленный тут есть. Мужчина из вашего круга. Ну то есть чувства у него есть. И дорогу он к вам наметил. Какая-то дорога мужчины к вам. А кто этот мужчина? Покажите нам, пожалуйста. Мужчина и даму показывают. Так. Мужчина, который вас любит, имеет другую даму. Вот так. У него есть жена. Тут выпал или буквально рядышком. Может это ваш муж? Смотрите, тогда это ваш муж. Ну то есть женатый мужчина, говорят. Вот какой-то. К вам держит дорогу с шестерочкой. Какая-то деловая какая-то беседа будет. А почему так? Так. Тут какая-то хитрость, дорогие мои. Да. Здесь деловая беседа мужчины к вам. Какое-то деловое предложение. Вам это что даст? Вам это что даст? Как он к вам повернет? К вам он повернет по-деловому. А кем он вам является? Или был? Я знаете, что хочу сказать? Какая-то подлость от мужчины, которого вы любили когда-то, идет. Вы могли быть семьей. У него сейчас другая семья. Ну или же он в голове держит вот эту семью. У него есть жена. Он женат же, правильно? Такого человека показывают. Да, он в паре. Он есть. То есть есть у него человек. Это ваша проблема по жизни. Вот какой-то мужчина, взрослый мужчина, творит какие-то нехорошие вещи. Но он вас действительно вогнать хочет в яму какую-то. Будет что-то предлагать. Пожалуйста, будьте внимательны. Там какой-то человек хочет вас очень сильно обмануть. Кем он вам был? Ну, по королю кубка вы действительно любили этого человека когда-то. Он хочет вас обмануть. Есть люди, которые его в этом поддерживают. Хорошо, это он своими руками делает. Ну, вернее, своей головой. Вот так. Нет, у него какой-то морок в голове. Его действительно водят вокруг пальца. Ему говорят о вас очень плохие вещи. Рассказывая какие-то небылицы страшные. Да, буквально, знаете, как будто бы излечивают, в кавычках, его мозг от вас. Вот так. Ух ты, карты полетели. Да, мужчина вас любил, очень сильно любил. Но сейчас в его голове творится полный трэш. Человек вас буквально ненавидит. И готовит какую-то подлость для вас. Вот так вот, девочки. Как вам быть готовы к этому? Смотрите, у вас появится человек какой-то, который может вам помочь в этой ситуации. Небольшого значения, небольшого чина человек. Либо, может быть, большого значения, большого чина. Но вот помощь его хоть и небольшая, но значимая для вас, по крайней мере. Очень значимая. И в этой ситуации поможет какой-то человек. Ну, опять же, здесь могут говорить как об официальном лице каком-то, да. Например, о человеке, который знает закон. Но также и о человеке, который как чисто душевно помогает, либо какую-то действительно физическую помощь имеет возможность дать. Так. Ну, у вас пойдет все дальше очень хорошо. Да, очень хорошо. Как вы связаны с тем предателем? Сейчас вы связаны с каким-то документом, между прочим. Ну и опять же, документом, распиской о вашей верности, что-то такое. Но это значит, знаете что, о том, каким-то документом. Вас подставляет этот документ очень сильно. Что может причинить этот документ, если кто-то увидит его чужой? Да, люди другие могут воспользоваться этой информацией. Донести будто бы какому-то лицу вышестоящему, либо вообще в органы какие-то. Что это такое, мои дорогие? Да, это очень плохо для вас. Но я так хочу сказать. Сейчас эту информацию показывают не просто так. Нам говорят о том, что это все очищается. И на них уже засматривается дьявол с двух сторон. Смотрите, с двух сторон. Здесь люди готовят конкретную подлость относительно вас. Мужчине задуривает голову, но он там сам, извините, рельсу в пушку. И делает это своими руками, нечистыми. Там есть какое-то небольшое количество людей, которые этим всем занимаются. Они нацелены на то, чтобы получить какой-то куш. То есть они хотят от вас, может быть, каких-то денег или же хитро что-то своровать у вас. Давайте так. Получится ли у них, и что они получат? Получится ли у них? Получится ли у них? Так, а для вас это будет как-то? Для вас это как? Ну, вы сохраните свой ресурс. Они будут обращаться к какому-то лицу. Это лицо будет, ну, какой-то мужчина здесь обрисован. Будет изучать информацию о вас. Но он к вам очень даже хорошо настроен. То есть он то ли не поверит им, то ли подумает, что они вообще не в своем уме. Вот так. Они там уже пляшут просто на том, что придумали для вас наказание какое-то. Кто затевает это все? Покажите это лицо. Ну, тут видите как, люди ради денег, ради бумаг хотят вас подставить. Кто? Вот она, смотрите. А руководит всем черная вдова. Паучиха какая-то. Какая-то паучиха. Тетка. Она ведет со всеми денежные переговоры. Получает о вас информацию. Что-то с документами делает. Будет ли какое-то наказание для этой? Будет ли наказание? Чтобы ее наказали, необходимо больше информации, будто бы. Будет ли наказание? Она будто бы выходит всегда сухой из воды. Получая свое. А, смотрите. Интересно будет. Ей дадут много, а заберут еще больше. Здесь будет, знаете, что? Ее как увидят, рассекретят. И что, чем это для нее закончится? Вообще какая-то беспринципная особа. Выкручивается из любой ситуации. Кто она для вас? Мне вот это интересно. Кто? Десяточка пиковая. Что она от вас хочет? Она хочет исполнить свои желания за счет вас. Но ее заведут в дебри. Вот она хочет вас завести в дебри, а ее просто поведут туда. Через то, что якобы она получает этот ресурс. Вот. Вот такая история здесь. А теперь смотрите, мои дорогие. Здесь рассказали историю о том, да, вот что вы, вот с чем это у вас сейчас резонирует. Например, если финансовые трудности, да. Какой-то нерешенный вопрос, какие-то нерешенные, возможно, бумажные дела. И вы это, ну, знаете, точно знаете. Либо понимаете, что у вас нет доступа к какой-то информации. Но вы вот прям категорически... Важно для вас это разобраться, да. А вот там здесь какая-то змеюка, которая сидит на этой самой информации. Я вижу, что у вас будет помощник. Он сможет вам помочь раз здесь на земле. А он плюс еще высшие силы видит эту всю историю. И будут наказывать эту странную вражину. Интересно. Очень интересно. Знаете, я ракурс поменяла, потому что такое невинное видео сегодня сняла на мультяшных картах. А YouTube сказал, что там есть голое тело. Вы представляете? Я подавала апелляцию. Вот, как это обычно делаем мы, вот, тарологи. Нам не нравится, когда наше видео блокируют. Вот так вот. Поэтому будем закрывать максимально. Теперь уж точно не придерутся. Здесь голого, ничего нет. Вот так. Поэтому важные карты буду показывать. А так буду класть, конечно, в таком ракурсе. Ну, посмотрим, что там еще будет, как там дальше. Буду менять ракурс со временем. Хорошо, мои дорогие. Что у нас тут еще? Насколько вы, давайте так, вот в этой ситуации нам показали довольно сложную ситуацию, где вы в итоге, в принципе, остаетесь со своим, сохраняете свои позиции, не мешая, как говоря, никому. Только мешая планам врага. Давайте посмотрим все-таки. Вот эта ситуация, насколько она вас подкосит или же нет. Ну, опять же, говорят, что нет, не подкосит. У вас будет все нормально, все. Вы наберетесь опыта определенного. И точно будете знать, что делать в таких ситуациях, в таком случае. Вот так. Хорошо. Давайте смотреть информацию еще. Важную информацию, которую вам необходимо знать. Смотрим на ближайшее время. Что будет происходить? Важные события этих трех дней. Так. Какая-то дорога по работе. По работе, по делам, какое-то движение у вас. Я вижу, вы едете либо к какому-то человеку, связанному с бумагами, да, либо, ну, тут мужчина показан как таковой, либо какое-то учреждение, где решаются бумажные вопросы. Тут какая-то бюрократия может быть замешана. Так, хорошо. И чем закончится дело? Вы договоритесь. Но там есть такая одна особа, которая будет плохо к всему относиться. Она будет сидеть в стороне, присматриваться и что-то выпытывать у вас в моменте. Но у вас все получится. Здесь центральная карта, и все-таки идет информация о том, что вы возьмете свое заработанное. То есть сколько усилий потратили, столько и получили. Ни более, ни менее. Ну, то есть вы решите этот вопрос. Решите этот вопрос. Какие-то бумажные вопросы могут решаться. Ехать вам не очень хочется, я вижу, но придется. Вот так. Эта особа, ну, она просто там будет, да, она хочет показать. Она, просто ее сдвинуть с места нельзя. Какая-то противная тетка, которая может что-то говорить. У всех проигрывается по-разному, да. Это может быть какое-то среднее звено, вообще низшее звено. Ну, я вижу здесь все-таки какие-то организации, государственные или нет. Но в любом случае это связано с документами, бумагами, деньгами. Видите, как-то о любви, ну, никак. О любви никак. Не хотите, да, в этот момент решать вопросы любовные. Давайте еще посмотрим, что там ждет. Туза Пентаклей у нас идет. Бубновый туз. Вы будете много работать, я вижу. И получать по заслугам, да. Ваше, ну, как, стремление заработать больше, оно будет окупаться. Так, сегодня, дорогие мои, мы действительно чистим как раз денежные наши ресурсы. Карты очень четенько ловят вот эту энергетику и вторят, как свечка, да, работают в паре с картами. Вы заметили? Хотя любовная тема, да, вот именно, это же одна и та же практически энергетика, да, один и тот же поток. Любовный канал, денежный канал. Поэтому мы будем тоже смотреть. Может, покажут, да, но в любом случае нам пока что действительно говорят о финансах. Вот сейчас буквально какой-то прорыв у вас случается. Прорыв. Для кого-то тоже здесь идет, знаете, как будто бы вы, например, совершили какую-то маленькую либо большую дорогу, да, и получили деньги. Вот, ну, по большей части для всех здесь информация о том, что ваше старание, ваш труд привел к тому, что вы получили максимальное вознаграждение за этот труд. Хорошо. Смотрим дальше. Что еще в эти дни будет? Так, ну, вижу, изучаете информацию какую-то. Какой-то человек вас интересует. У вас вот лицо, которое вас заинтересовало. Вы прям смотрите, присматриваетесь к нему. Или же он за вами смотрит. Вот, знаете, вот такой элемент присматривания друг к другу. Расспрашивает, может быть, у вас, у каких-то других людей. Или же, например, используют интернет, да, это тоже есть третья какая-то составляющая, которая раскрывает информацию о людях. Хорошо, давайте посмотрим, кто ты. Ну, то есть, тут пока нам показывают, что этот человек, он в эти дни будет изучать о вас информацию, что-то искать. А с какой целью? С какой целью? Пока у него, знаете, такое легкое состояние, просто интересует, кто она такая. А с какой целью? С какой целью? У него большие амбиции, говорят. С какой целью ты смотришь за ней? Его интересует любовная дорожечка с вами. Ну, деловой такой человек с амбициями. И он не просто присматривается, хотя он так пока поверхностно изучает информацию о вас. Но человек вот по этой карте, знаете, имеет желание найти такую спутницу жизни. То есть, у него прям цель какая-то, да, которая ему будет соответствовать. Вот так. Но пока вот это легкое такое внимание к вам. Хорошо. Давайте еще расскажем о нем чуть-чуть. Этот человек, этот мужчина. Кто он такой? Ну, тут любовная тема выходит. Кто он такой? Кто он такой? Десяточка тут идет, четверка. Ну, знаете как? Человек, с которым у вас будет любовь. Да. Он доприсматривается, и вы ему очень понравитесь. Тут любовная тема. Итог. Просто интересно. Пока, мои дорогие, вот пока даже, ну как, не… Это новое старое лицо. Интересно. Или вы ему нравитесь? Я вижу, что вы как-то совсем не хотите ни с кем общаться. Итог. Вы не идете на свидание на первое. То есть вот в эти дни, на которые мы смотрим, человек вами интересуется, но, по сути, продвижения никакого нет. Вы ему просто крайне будете очень… ну как, крайне нравится, как говорится, да? Очень… Все больше узнает о вас, все больше о вас думает, вот такое, да? Тем больше, тем больше вы ему нравитесь. А дальше посмотрим, что там будет. Для чего? Для чего нам показали? Вон, три любовные карты с десяточкой. Ну, смотрите. Тут все-таки человек идет в пару к вам. Тут кто-то за вами смотрит сейчас, вот, что-то изучает о вас информацию. Ну, давайте посмотрим, ладно. Знаете вы этого человека? Десяточка. Да, вы его знаете как какого-то богатого богача. Богатого-богатого богача. И что, это правда? Да, это правда, сказали карты. It's true. Это правда. Ну, смотрите, тут, опять же, да, если резонирует, и вы точно знаете какого-то человека богатого, ну, или тут намекают, если вы еще не знаете, то вы встречаете человека, у него, ну, большой ресурс есть какой-то. Это могут быть, например, денежные какие-то ресурсы, и вы точно знаете. Ну, это правда, видите как. То есть тут человек то, что заявляет, то и есть. А дальше там посмотрим, что будет с ним. Вот такой человек. Или появится у вас такой человек, вот, буквально в ближайшее какое-то время, да, вот, то есть, ну, вы не просто так смотрите этот расклад. Если вы еще такого не встретили. Есть, тут такое намечается. А там посмотрите, будете с ним дружить или же нет. Хорошо, что еще? Давайте смотреть. Две карты сразу. Это что у нас такое? Так, возникнет какой-то конфликт. Ну, или разговор не совсем приятный. Вам придется... Ну, как, воспринять это, да, эту информацию от высших сил, что вот почему этот конфликт возник? Вам это прибавит какой-то озабоченности делом. Так, и что? Что этот конфликт? Ну, вы решите этот конфликт. Вот будет казаться, что и решения-то нет, но конфликт будет решен. Тут, а что, между кем и кем конфликт? Две конкурирующие стороны, как минимум две. А вы участник конфликта или рефери? Ну, вам это неприятно. Вот вы хотите, чтобы все было мирно, все было хорошо. Вот, и тут раз какая-то перепалка может быть реальная, да, или же просто человек, ну, не так себе повел как-то, и возник какой-то молчаливый конфликт. Неприятный, неприятный разговор может быть. С кем? Это у вас неприятный разговор? Так, с мужчиной, который не может ничего вам дать. Ничего. Ну, эта проблема решится. Решится. Тут, знаете, небо говорит, дорогая, даже если есть какие-то проблемы, которые ты сейчас не можешь решить, зная, что небо все видит, как только ты взглянула на эту проблему, эту проблему увидело небо. Можно попросить высшие силы, да, чтобы они помогли решить эту проблему, а она будет решаться. И чем больше вы изучаете эту проблему, да, тем больше высшие начинают вам помогать, потому что ваши глаза — это их глаза. И когда вы не видите проблемы, они могут не видеть эту проблему. Ну, или, говорит, значит, она не обращает на это внимание, ей это все равно. Не всегда это так, да. Иногда высшие защищают очень сильно человека, буквально даже тогда, когда он не видит проблемы. И буквально несут на руках. Ну, это, в принципе, довольно часто. Окей. Пускай решится эта проблема. Это, знаете, может быть, какой-то человек вам не хочет отдавать долг, деньги. Ну, вот так вот, может быть. Отдаст. Отдаст, но не сейчас, да, со временем. Так. Есть еще, есть еще какая-то тема студенчества. Так. Вот, тут проблемка, окей. Пока еще нерешенная проблема за эти три дня. И что? Смотрите, вам говорят, что в эти дни, ну, буквально в ближайшие, там, не знаю, 3-5 дней, не старайтесь решить эту проблему. Проблему какого-то обучения. Не старайтесь влиять на это. Вот не управляйте вы событиями абсолютно. Хорошо, что вам делать? Что же вам делать? Потому что вам как с кем-то нужно поговорить, и разговор будет крайне неприятный. Вам нужно с кем-то, да, поговорить. Смотрите, карта тут же выходит, я это вижу. Так. После разговора вы понимаете, что, ну, вот как-то, ну, не совсем то, что вы хотели. Неожиданно. Ответ нет. Но вы включаете, как это, план Б. Вот. И план Б говорит, что необходимо немножко подождать. Вот. Подождать какие-то, провести расчеты. Вот. Подготовить какие-то бумаги. Да, например. Что-то нужно, вот что-то, чтобы что-то решить, необходимо подготовиться. Окей. Хорошо. Что на будущее, вот что нужно сделать сейчас, в эти дни, да, чтобы потом в будущем было активно проявлять участие, ну, как активное, после разговора, да, то есть, или там, начать разговор, вот. Потому что то, что вы хотите, вот какие-то ваши шаги, их делать нельзя пока. То есть вы вот не можете управлять ситуацией так, как вы хотите, да, вот нужно с кем-то переговорить будет. Активность именно в эту сторону, да, нужно встреча. Встреча с кем, окей. Так. Встреча с человеком, либо даже парой людей каких-то. Это деловая встреча, от которых зависит, от которых зависит вот именно этот ваш вопрос. Тут тема обучения идет. Вот если есть такая у вас ситуация, то тогда это ваше. Не сейчас, решение не сейчас. Хорошо, на будущее, что нужно сделать, вот, допустим, сейчас, еще раз нам скажите. Да, обратиться все-таки к человеку какому-то. Обратиться к человеку, и этот вопрос будет решен, он вам будет помогать. Угу, у него есть связи, и все его старания приведут к тому, что все-таки помощь будет. Либо показать свою расположенность, да, к какому-то влиятельному лицу. Он к вам будет хорошо расположен. Вот, тут какое-то влиятельное лицо, которое сможет вам помочь в этом. Окей. Все ли записывается. Так. Давайте посмотрим советы на это время. Советы. Денежную сферу нашу очень хорошо почистили. Совет. Там, где ты не можешь принять решений, необходимо будет немножечко больше получить какой-то дополнительной информации. Проявить свою стабильность эмоциональную, и, в принципе, и физическую. Потому что у вас есть особый ресурс, который вам поможет выйти из любой ситуации. Тут пятерочка, да, вот пятерка мечевая, да, пятерка пиковая. Кажется, что упустила возможности. Не бывает для вас, такого не бывает, да. Вы изучаете больше информации, возможности, но долужит. Ну как, догнать эти возможности. У вас получится еще и получить новые. Тут очень ресурсная женщина вы. Не теряйте этот ресурс, старайтесь быть в ресурсе. Так. И вы смотрите, вам тут просто подсказка. За вами кто-то следит. Кто-то изучает вас. Какой-то очень-очень плохой человек. Что же это такое? Может проявляться к вам. Будьте осторожны. Да. Блин, как же его узнать? Ну смотрите, тут у нас было, как его узнать. Молодой какой-то человек будет говорить о любви. А вот немножечко о любовной теме. Но здесь может показаться вам, что это любовь, да, и что человек искренний. Пожалуйста, проверяйте. Тут какой-то обман. Не знаю, спрашивайте, задавайте какие-то компрометирующие вопросы. Вплоть до того, что покажи паспорт. Вот, может, ты женат. Да, вас очень разочарует эта информация. Очень. Ну, лучше сразу разочароваться и отпустить в освоясь некое лицо, которое хочет обмануть. Обманы нам. Пускай проходят мимо со своими обманами. Вот. Тешатся своими обманами сами. Вот так, мои дорогие. Благодарю. Свеча прекрасно работает. Вот. Я оставлю её тоже. Пускай дальше догорает. А с вами я, мои дорогие, буду прощаться. Спасибо вам за ваши вложения сюда энергетические, эмоциональные, да, за то, что пишете комментарии такие чудесные. Я, боже, хочу поблагодарить тех людей, которые мне поздравляли меня вот на наш годик. Вы писали стихи. Я видела. Это что-то. Боже, как красиво. Спасибо огромное. Вот. Я когда-то тоже давно-давно писала стихи. Очень удачно говорили. Ну, реально есть что-то такое, талант. Может быть. Но я, ну как, не развивалась в этом направлении, потому что не считаю это серьёзным для меня. Вот. Ну как, потому что я это не умею, вот как кажется. Я это не серьёзно делала. Вот. Но вы, конечно, просто молодец. Спасибо вам огромное, кто это делает. Просто супер. Восторг. И вообще столько замечательных слов. Я каждое слово прочла. Спасибо вам, мои хорошие. Это так замечательно, так приятно. Благодарю вас. Мы вместе, мы сила. Целый год мы вместе. Здесь, на этом канале. А кто-то со мной на старых каналах там сколько уже? Больше двух лет? Ой, больше даже. Стоп. С двадцать... С двадцать первого года, да, по-моему? Я не помню уже, в каком году я начала. Надо будет посмотреть и сказать. Вот. Но это старые каналы, ведь на этом канале мы с вами год. Поэтому это просто супер. Пускай как можно больше денежных ресурсов будет в вашей жизни, чтобы вы могли закрывать и все свои потребности, да, и решать все свои какие-то вопросы насущные. И чтобы вот вы не замечали того, что вот у вас как-то там отсутствуют какие-то денежные ресурсы. Деньги должны быть у человека, это я знаю, да. С ними легче, с ними проще, с ними проще достигать чего-то, с ними проще, в принципе, и жить. И когда все сыты, здоровы, мы стараемся все-таки улучшать каким-то образом жизнь, да, думать уже по пирамиде, да, еще на более каких-то высоких энергиях. Вот. Я желаю вам этого, чтобы ресурс всегда был, чтобы сила ваша присутствовала с вами. Дорогие мои светлые люди, спасибо вам огромное. Пускай вам в разы больше. За финансовую поддержку спасибо. Вы мне дарите подарки в нашу годовщину. Спасибо вам огромное. Пускай вам в разы больше Вселенная дает подарков. Всего доброго. Пока-пока.